Добрый день, ребята! Предлагаю вашему вниманию перевод второй серии уроков по производству. Это из второй серии второй урок. На самом деле, эту тему преподаватель уже объяснял на основе учебника издательства «Метрополь». Но в связи с тем, что многим ребятам эта тема оказалась сложной для восприятия, для понимания, преподаватель решил снять еще раз эти видео. И уже теперь работает по учебнику издательства «Пузо». В данном учебнике примеры попроще. И объяснение идет простым языком. Поэтому решил показать еще раз вам все эти темы. Итак, начинаем с производных логарифмических функций. Если дана функция f от x равная логарифм x по основанию а, его производная равна 1 разделить на x умножить на ln a. Для функции ln x производная является 1 разделить на x. И объясню, каким образом получили первую формулу. Конечно, для этого вы должны знать логарифмы, знать метод замены оснований. логарифм x по основанию а мы можем записать в виде логарифм x по основанию e разделить на логарифм а по основанию e. То есть мы заменили основание. Логарифмы по основанию e – это натуральный логарифм. Для его обозначения мы используем просто ln. Таким образом, тут ln x разделить на ln a. А ln a – это постоянное число. Поэтому можем вынести 1 разделить на ln a за пределы производной. А производная ln x – это 1 разделить на x. И в конечном итоге мы получили эту формулу. И переходим к решению примера. Находим производную по формуле. Это будет 1 разделить на ln 2 умножить на x. Видите, что ln 2. То есть мы взяли 2 из основания логарифма. Во втором примере точно так же. 1 разделить на ln 7 умноженное на x. Третий пример. Производная f от x будет равна 1 разделить на x. И нам нужно найти производную f от 5. То есть подставляем 5 вместо x. 1 пятая будет ответ. В четвертом задании найти производную f от x. Здесь дана сумма. Производная x квадрат – это 2 умножить на x. плюс производная ln x – это 1 разделить на x. Вот и все решение. В пятом задании дан логарифм с основанием 3. Знаменатели тогда ln 3 умножить на x. Числители 1. Это мы нашли производную f от x. Подставим теперь 1. Производная f от 1 равно 1 разделить на ln 3 умноженное на 1. То есть 1 разделить на ln 3. Как видите, в ответе по-другому из темы логарифмов мы знаем, что ln 3 – это логарифм 3 по основанию e. Если перенесем в числитель, то e и 3 поменяются местами и будет ответ в логарифм e по основанию 3. В шестом примере. f от x равен логарифм 7 по основанию 3 плюс x в третьей степени. Друзья, логарифм 7 по основанию 3 – это какое-то число. Постоянное число. Его производная будет равна 0. А производная x в третьей степени – это 3 умножить на x в степени 2. Итак, 3х в квадрате ответ. В седьмом задании частные. Хорошо. Берем производную числителя, умножаем на знаменатель. Минус производная знаменателя. Знаменатель умножаем на числитель и делим на знаменатель в квадрате. Производная lnx – это 1 разделить на x. Умножаем на x. Минус производная x – это 1. Умножаем на lnx. Знаменатель – x в квадрат. Теперь нам нужно подставить 1 вместо x. Подставляем. Здесь xx можно было сократить. В любом случае будет 1. ln1 равен 0. Эта часть будет равна 0. Здесь 1. В знаменателе 1. 1 минус 0 разделить на 1. 1 разделить на 1. 1. Будет ответ. А дальше мы рассмотрим производные обратных тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции отличаются от обычных тригонометрических функций добавлением названий части арк. Арксинус, аркосинус и т.д. Для того, чтобы было проще запомнить, обратите внимание на схожесть производных арксинуса и аркосинуса. Для аркосинуса есть минус перед дробью. Все остальное одинаковое. Также для пары производных арктангенса и арккотангенса все одинаково, кроме вот этого минуса у арккотангенса. И переходим к решению задания. Первое задание. Дана функция f от x равна арккотангенцу x. Его производная будет равна минус 1 разделить на 1 плюс x квадрат. Нужно найти производную f от 1. Подставляем 1 вместо x в числителе 1. В знаменателе 1 плюс 1 впереди есть минус. Итак, минус 1 вторая. Второе задание. Дана функция арксинуса. Его производная 1 разделить на корень квадратный из 1 минус x квадрат. Подставляем 1 вторую вместо x. В знаменателе будет 1 минус 1 вторая в квадрате под корнем. 1 минус 1 вторая в квадрате. То есть 1 минус 1 четвертая. Это будет 3 четвертых. Можем отдельно написать корень из 3 делить на корень из 4. Числитель у нас 1. Корень из 4 – это 2. Перевернем дробь. 2 корень из 3 – ответ. В третьем задании. Здесь мы видим частное. Применяем правило нахождения производного частного. Главное, не спеша по порядку. Производная числителя, то есть производная арккотангенца x. Берем это 1 разделить на 1 плюс x квадрат. Умножаем на знаменатель, то есть на x квадрат. Минус производная знаменателя. Это будет 2x. Умножаем на числитель без изменения, то есть на арккотангенс x. И делим на квадратный знаменатель, то есть x квадрат в квадрате. Нам нужно найти производную f от 1. Подставляем 1 вместо x. 1 делить на 1 плюс 1. Это будет 1 вторая. Дальше 1 минус 2 умножим на арккотангенс 1. В знаменателе 1 разберемся с арккотангенсом. Это значение угла, тангенс которого равен 1. Давайте напишем так. Если арккотангенс 1 равен θ, то тангенс θ равен 1. Тангенс какого угла равен 1? 45. То есть пи делить на 4. То есть арккотангенс 1 – это пи делить на 4. Итак, теперь у нас такое выражение. 1 вторая минус 2 умножить на пи делить на 4. 2 и 4 сократим. 1 вторая минус пи вторых. Или 1 минус пи разделить на 2. Такой ответ получили. В четвертом задании производное произведение. Берем производную первого множителя. Это 1. Умножаем на второй множитель. Плюс производная арккосинуса. Это минус 1 разделить на корень из 1 минус х квадратный. Умножаем на первый множитель. Подставим 0 вместо х. Откосинка 0 плюс… Когда мы здесь умножим на 0, вся эта часть уйдет. И производная арккосинуса 0 будет равна арккосинусу 0. То есть значение угла косинус, которого равен 0. Косинус какого угла равен 0? Например, 90 градусов. То есть пи делить на 2. Это может быть и другое значение. Будете смотреть из ответа. Следующее правило. Правило нахождения производной сложной функции. Мы знаем, что сложная функция – это функция функции. Если нам дано фок от х, мы знаем, что это f от g от х. И формула для нахождения производной сложной функции – вот она. На первый взгляд сложно, но на самом деле нет. Сейчас объясню. Давайте посмотрим, как найти производную. Для функции f от х равной g от х в степени n. То есть, если функция имеет степень, некое число n. Мы спускаем эту степень n, умножаем на функцию в степени, уменьшенную на 1, и умножаем на производную аргумента функции. Вот мы ее спустили. Степень уменьшили. И берем производную аргумента функции. Дальше, в следующем примере, степенью является функция, ну, например, если бы это было 2 в степени х, или 2 в степени 4х, или 2 в степени х квадрат плюс 3. Производная такой функции будет такова. Мы пишем саму функцию как есть, умножаем на ln, а, а, а – это основание числа в степени, и умножаем на производную степень. Следующее. Для функции f от х равной sin g от х, производная будет равна производная sin g от х, то есть это cos g от х. Обратите внимание, g от х неизменно. И умножаем на производную внутренней функции, то есть на производную g от х. Точно так же при нахождении производной cos g от х. сначала берем производную cos, это sin g от х неизменно, затем умножаем на производную внутренней функции. Если же f от х равен логарифму g от х по основанию а, то производная будет находиться таким образом. В числителе будет производная внутренняя функция, в знаменателе внутренняя функция умножена на ln, а. На самом деле ничего сложного. Это все то же самое, что и для обычной функции. Единственное, что добавилось – внутренняя функция g от х и, соответственно, производная g от х. Вот, выделю цветом. И сейчас мы рассмотрим примеры, и станет все ясно, все понятно. Переходим к первому примеру. Главное придерживаться последовательности. Начинаем со степени. Как мы брали производную у х в третьей степени? Мы спускали 3, а у х степень уменьшали на 1. И здесь также начинаем. Мы 3 спустим, а у х квадрат минус х степень уменьшим. То есть степень скобки будет теперь 2. Но это еще не все. Теперь нам нужно взять производную внутренней функции. То есть производную того, что внутри скобок находится. Производная х квадрат плюс х. И это будет 2 умножить на х плюс 1. Итак, мы нашли производную f от х. Второе задание. Спустим степень 5, умножаем на содержимое скобок в степени, уменьшенной на 1. То есть степень теперь скобок будет 4. И дальше умножаем на производную содержимого скобок. Производная х квадрата – это 2х. Дальше минус. Производная х – это 1. И плюс производная 1 – это 0. Таким образом, мы нашли производную f от х. Третье задание. Сначала работаем вот с этой частью. Здесь мы видим сумму и плюс еще сложные функции. 2 спустили. Умножили на х квадрат минус 2 в степень, уменьшенной на 1. То есть первая степень. Далее умножаем на производную содержимого скобок. То есть это будет 2х плюс 0. И еще у нас тут есть 2х. Его производная будет равна 2 умножить на 1. То есть 2. Итак, производная f от х равно 2 умножить на х квадрат минус 2, умноженное на 2х, плюс 2. Не буду умножать. Сразу подставлю 2 вместо х и найду значение. 2 в квадрате 4 минус 2 в 2. Получается 2 умножить на 2 здесь. Дальше. 2 умноженное на 2 – 4. И плюс 2. 4 умножить на 4 – 16. Плюс 2 – 18. Получили ответ. Переходим к четвертому заданию. Здесь функция представлена в виде корня. Сначала преобразуем ее. Корень квадратный из х плюс 2 – это х плюс 2 в степени 1 вторая. Чтобы найти производную. 1 вторую спустим. Умножим на функцию степень, которую уменьшаем на 1. Это будет минус 1 вторая. И умножаем на производную содержимого скоба. То есть производная х – это 1, производная 2 – это 0. И нужно найти нам производную f от 2. Подставим 2 вместо х. Это будет 1 вторая умножить на 4 в степени 1 вторая. И умножить на 1. Или 1 вторая умножить на 1, деленный на корень из 4 умножить на 1. 1 вторая умножить на 1 вторую. 1 четвертая получился результат. В пятом задании. И здесь сначала преобразуем выражение. Напишем в виде х квадрат плюс 7 в 1 второй степени. И теперь найдем производную f от х. 1 вторую мы спускаем. Степень скобок уменьшаем на 1. То есть 1 вторая минус 1 – это будет минус 1 вторая. И теперь умножаем на производную содержимого скоба. Производная х квадрата – это 2 умножить на х. Производная 7 – это 0. Мы будем умножать. Подставим 3. Найдем производную f от 3. 3 в квадрате – это 9 плюс 7. 16 будет в скобках. 16 в минус 1 второй степени. Дальше. 2 умножить на 3 – это 6. Решаем далее. Корень из 16 – это 4. 1 вторая умножить на 1 четвертую умножить на 6. Сократим и считаем 3 четвертых. В шестом задании. f от х равен sin2х. Найдем производную f от х. Степень 2 спустили. У синуса степень уменьшаем. Будет просто sinx. И теперь берем производную синус х. Это косинус х. Итак, производная f от х равна 2 sinx умножить на косинус х. И из тригонометрии мы должны знать, что это sin2х. Синус двойного угла. седьмое задание. f от х равен t степени 2х. найти производную f от х. То есть найти производную экспоненты. Она равна сама себе. А раз здесь в степени есть переменная х, нужно взять производную от степени. если бы нам была дана функция f от х равна f степени х, ее производная f степени х. Так как производная самого х – это 1, и поэтому мы ее просто не писали. А здесь же мы должны взять производную от 2х. Это будет 2. Итак, 2 умноженное на f степень 2х. Окончательный ответ. Здесь находим производную f от х. Она равна самой себе, умноженной на ln3. И умножаем на производную степень. То есть производная х в третьей степени – это 3 умножить на х в квадрате. Степень опустили. У х в степени меньше 1. Девятое задание. Здесь решение будет ошибочным, так как х в квадрате минус 4 – это степень, а преподаватель решил, что f в степени х в квадрате, а минус 4 идет как отдельное число. Поэтому взял производную у и в степени х в квадрате – это f в степени х в квадрате. Умножил на производную степень, а производную 4 взял как 0. Подставил 4, но с ответом не сходится. Десятое задание. Дана логарифмическая функция. Производная f от х будет считаться так. В числителе мы пишем производную аргумента, то есть производная х плюс 3, а в знаменателе сам аргумент, то есть х плюс 3. Производную берем у х плюс 3. Производная х – 1. Производная 3 – 0. То есть 1 плюс 0. В знаменателе без изменений. Итак, 1 делить на х плюс 3. Дальше. Одиннадцатое задание. И здесь точно так же. Берем производную аргумента у х-квадрата минус 1 и делим на сам х-квадрат минус 1. Производную считаем в числителе. Производная х-квадрата – это 2х. Производная 1 – 0. Итак, 2х делить на х-квадрат минус 1. Двенадцатое задание – производная х-квадрата – 3-й степени плюс 4х делить на х 3-й степени плюс 4х. Производная х 3-й степени – это 3х в квадрат. Производная 4х – это 4. Пишем, как есть. Умножаем на производную х – это 1. Знаменатель без изменений. Нашли производную f от х. Теперь нам нужно подставить 2. Подставляем. 3 умножить на 2 в квадрате плюс 4. Делить на 2 в третьей степени плюс 4 умноженное на 2. Считаем. 12 плюс 4 в числителе. Знаменатель 8 плюс 8. 16 делить на 16 – 1. Тринадцатое задание. И здесь производная аргумента. Делить на аргумент. Корень из х – это х в 1 второй степени. Его производная – это 1 вторая умножить на х в степени 1 вторая минус 1. То есть минус 1 вторая. Знаменатель без изменений. То есть мы нашли производную f от х. Подставим теперь 4. 4 минус 1 второй степени. И это то же самое, что и 1 разделить на корень из 4. В числителе получается 1 вторая умножить на 1 вторую. Знаменатель 2. А 1 четвертую мы делим на 2. Или 1 четвертую умножаем на 1 вторую. Итог 1 восьмая. Четырнадцатое задание. Здесь видим экспоненту. Его производная равна самой себе. То есть f в степени х квадрат плюс 4х. И теперь мы должны взять производную степень. Производная х квадрата – это 2х. Производная 4х – это 4 умножить на 1. Мы нашли производную f от х. Подставим 0 вместо х. Здесь в степени будет 0. Итак, f в нулевой степени умножить на 0 плюс 4. f в нулевой степени – это 1. 1 умножить на 4. 4 – получим ответ. И здесь мы видим экспоненту. Его производная равна сама себе. То есть f в степени 8х. Но так как в степени есть еще одна функция, мы должны взять ее производную. Производная косинус х – это минус синус х. Между ними знак умножения. Итак, мы нашли производную f от х. И здесь в степени тригонометрическая функция. Сначала пишем f в степени тангенс х. Умножаем на производную тангенс х. Это 1 плюс тангенс квадрат х. Есть и другие варианты. Без разницы, какой напишем. Итак, мы нашли производную f от х. Теперь нужно подставить 3π делить на 4 вместо х. 3π делить на 4. Высчитаем. Это 3 умножить на 180 разделить на 4. И это 135 градусов. 135 градусов – это 180 минус 45. то есть 45 и 135 дополняют друг друга до 180 градусов. И тангенс 45 градусов – это 1. Тангенс 135 будет минус 1. Это вы должны знать из тригонометрии. Итак, производная f от 3π делить на 4 равно f в минус первой степени умножить на 1 плюс минус 1 в квадрате. f в минус первой степени – это 1 делить на e. В скобках итог 2. Итак, 2 делить на e. Друзья, напомню, что тангенс 45 градусов равен 1. 135 дополняет 45 до 180, поэтому тангенс 135 тоже 1, но с минусом. Так как 135 находится во второй четверти, и значение тангенса будет отрицательным. Мысленно представьте себе ось координат, как там располагаются градусы. 0, 90, 180, 270, 360 градусов. 45 находится в первой четверсти. Синус и косинус здесь положительные. То есть и тангенс тогда будет положительным. А 135 находится во второй четверти. Косинус тут отрицательный, синус положительный. Соответственно, отношение синуса к косинусу, то есть тангенс, тут будет отрицательное значение. Именно поэтому тангенс 135 равен минус 1. Дальше смотрим. f от х равен арк косинусу х квадрат. Мы сказали, что арк косинус х равен минус 1 делить на корень квадратный из 1 минус х квадрат. То есть это для х. А у нас тут дано х квадрат. Тогда значение производной будет минус 1 разделить на корень квадратный из 1 минус х квадрата. И еще раз в квадрате. Но и это не все. Мы должны умножить производную х квадрата. Это будет 2х. Производную х мы не писали, так как оно равно одному. И на результат он не влиял. Здесь же не забываем, что нужно брать производную х квадрата. Итак, минус 2х делить на корень квадратный из 1 минус х в четвертой степени. Это окончательный результат. 18-е задание. Дана функция f от х, равная арктангенцу х квадрат плюс 1. Напомню, что производная арктангенца х равна 1 разделить на 1 плюс х в квадрате. То есть здесь х и вот он х. А в нашем примере х квадрат плюс 1. То есть вместо х мы должны написать х квадрат плюс 1. Будет выглядеть таким образом. 1 разделить на 1 плюс х квадрат плюс 1 в квадрате. И еще мы должны умножить на производную х квадрата плюс 1. Это будет 2х плюс 0. Итак, мы нашли производную f от х. Теперь нужно подставить 1 вместо х и найти значение. В скобках будет 2, 2 в квадрате 4. Итак, 1 разделить на 1 плюс 4. И здесь у нас 2. Результат будет 2 пятых. На самом деле сложного ничего нет. Главное не торопиться и решать последовательно. В 19 задании функция равна арттангенсу х в третьей степени. И в формулу мы должны подставить вместо х в х в третьей степени. Итак, 1 разделить на 1 плюс х в третьей степени в квадрате. И теперь мы должны еще умножить на производную аргументу. На производную х в третьей степени. Это 3 умножить на х в квадрате. Теперь подставим 1 вместо х. Знаменатели будут 2. Здесь 3. 3 вторых. Далее 20 пример. Функция равна арттангенсу квадрату х. Обратите внимание, не х в квадрате, а арттангенсу в степени 2. Спустим степень, умножим на функцию, при этом степень ее уменьшаем на 1. И умножаем на производную арттангенсу х. То есть умножаем на минус 1 делить на 1 плюс х в квадрате. Итак, мы нашли производную f от х. Теперь нам нужно подставить 1 вместо х. И говорим так. Если арттангенс 1 равен θ, это значит, что каттангенс θ равен 1. Каттангенс скольки градусов равен 1? 45 градусов. Или это π делить на 4. Тогда здесь будет 2 умножить на π делить на 4 умножить на минус 1 вторую. Посчитаем. Минус π четвертый. Получился результат. 21 задание. Здесь степень 3 относится к косинусу. Найдем производную. Спущу этот степень, умножая на косинус, степень его уменьшаю на 1. Значение угла 2х без изменения. И дальше умножаем на производную косинуса. Это будет минус синус. 2х опять-таки не меняется. И последнее мы должны умножить на производную 2х. это 2х. 2 умножить на 1. 2. Повторю еще раз. Начинаем со степени. Спустили степень. Степень функции уменьшили на 1. То есть пишем косинус квадрат. 2х без изменений. Это единое целое. Затем берем производную косинуса. Это минус синус. Опять-таки 2х не меняем. И последнее. Берем производную самой внутренней функции. То есть производную 2х. Итак, минус 6 умножить на косинус квадрат 2х умножить на синус 2х. И здесь тоже начинаем со степени. Спустили умножить. Умножили на ln. Степень его уменьшили на 1. И х квадрат пишем без изменений. Это первый шаг. Первый множитель. Теперь берем производную ln х квадрата. Это производная х квадрата. То есть 2х. Делим на сам х квадрат. Это будет второй множитель. И теперь нам остается упростить выражение. х и х квадрат сократим. В знаменателе остается х. 2 умножить на 3 – это 6. Итак, 6 ln квадрат х квадрата разделить на х. В 23-м задании такое же решение. 2 спускаем. Степень функции уменьшаем на 1. Х квадратную пишем без изменений. Далее берем производную арк синуса х квадрат. И последнее берем производную х квадрата. Это будет 2х. Итак, 2 умножить на арк синус х квадрата. Производная арк синуса х квадрата – это 1 разделить на корень квадратный из 1 минус х квадрат. Еще раз в квадрате. И дальше еще у нас есть умножить на 2х. И мы как раз получили ответ 2 умножить на 2 – 4. Арк синус х квадрат. Этот х напишем числитель в знаменателе 1 минус х в четвертой степени под корнем. Следующее задание – 24. Спустим степень 2. Степень у ln уменьшим на 1. Все остальное пишем без изменений. Теперь умножаем на производную ln х квадрата плюс 1. Решаем. Его производная, производная ln равна производная аргумента, то есть х квадрата плюс 1, разделить на х квадрат плюс 1. Производная х квадрата плюс 1 – это 2х плюс 0. И теперь подставляем 1 вместо х. 2 ln 2 умножить. Здесь будет 2 делить на 2. 2 делить на 2 – это 1. А эту 2 мы перенесем в степень ln 2 в квадрате. То есть ln 4. Далее правило взятия производных сложных функций. На первый взгляд что-то сложное, но на самом деле нет. И не нужно учить формулу, достаточно понять алгоритм. Производная foc от х равна произведению производной внутренней функции и производной внешней функции. Производная внутренней функции, то есть производная g от х, мы найдем легко. То есть берем производную у х квадрат плюс 1. Это 2х плюс 0. Здесь у нас производная функции f. Найдем. Возьмем производную у 2х плюс 4. Это будет 2 умножить на 1 плюс 0. То есть 2. Получилось постоянное число, поэтому здесь ничего далее не делаем. На другом примере объясню. Ведь смотрите, если нам нужно найти производную f от 2х, мы же сначала находим значение производной f от х, затем вместо х подставляем 2. И здесь я собирался также сделать, подставить значение g от х вместо х. Но так как результат число без перемены х, то и необходимость в этом отпала. И ответ получается такой. 2 умножить на 2х. 4х. Посмотрим на втором примере. Точно так же. Производная f от х равно производной g от х умножить на производную f от g от х. Производная g от х, то есть производная от х квадрата, это 2х. Сначала найдем для этой функцию, производную от f. То есть это будет 2 умножить на 2х минус 0, 4х. И это еще не конец. Мы нашли производную функции f. Нет, давайте сотру и распишу все по отдельности. Итак, производная g от х равно 2х. Как найти производную f от g от х? Сначала находим производную f от х. Это мы нашли 4х. Теперь вместо х необходимо подставить значение g от х. Оно равно х квадрату. То есть производная f от g от х равно 4х квадрат. Итак, 4х квадрат мы должны умножить на 2х. И получим ответ 8х в третьей степени. В третьем задании, обратите внимание, здесь нужно найти производную gov, то есть f – внутренняя функция, g – внешняя. Итак, нам нужно найти производную f от 1 умноженную на производную g от f от 1. Сначала найдем производную f от х, то есть берем производную в х квадрат плюс 1. Это будет 2х. Теперь сначала берем производную g от х. Берем производную, значит, у х в третьей степени в 3 спускаем, у х в степени уменьшили на 1. Итак, 3х квадрат. Но у нас же не х, а f от 1. Значит, нужно найти значение f от 1. Подставим 1 вместо х в функцию f от х. 1 в квадрате 1 плюс 1 – 2. Тогда нам надо найти производную g от 2. подставим 3 умножить на 2 в квадрате. То есть 3 умножаем на 4. Это будет 12. Хорошо, здесь нашли. Производная f от 1 тоже подставляем 1. 2 умножить на 1 – 2. 12 умножаем на 2 – 24 окончательный ответ. В четвертом задании здесь нам нужно найти, чему равно f от производной f от g от 2 умноженную на производную g от 2. Сначала найдем производную g от х. Производная х квадрата – это будет 2х. Теперь производную f от х. Производная х в третьей степени минус 1 – это 3 умножить на х в квадрате минус 0. Так и остается 3х в квадрате. Найдем g от 2, чему равно 2 в квадрате 4. Значит, ищем производную f от 4. 3 умножаем на 4 в квадрате. 4 в квадрате – это 16. 3 умножить на 16 – это 48. Теперь производная g от 2. 2 умножить на 2 – это 4. 48 умножаем на 4 – это 192. Пятое задание. Производная g от 1. 1 – это производная f от 1 умножить на производную g от f от 1. Находим сначала производную f от х. Это будет 3. Производная 3х плюс 1 – это просто 3. 3 умножить на 1 плюс 0. Правильно? Теперь находим производную g от х. 2. Остается как есть. Умножаем на 2 из степени. У х степень уменьшили. Будет просто х. Плюс производная 4 – это 0. Итак, далее смотрим. Производная f от х – это 3. Производная g от х – это 4х. Теперь найдем значение f от 1. 3 умножить на 1 плюс 1. Это 4. Значит, нам нужно найти производную g от 4. Подставляем 4 сюда. 4 умножить на 4 – это 16. Производная f от 1 также будет 3. 16 умножаем на 3 – будет 48. Шестой пример. Производная f. Производная g от f от минус 1 умножить на производную f от минус 1. Вот что нам нужно найти. Сначала находим производную f от х. Это 4. Пишем как есть. 2 из степени спустили. У х степень уменьшили. Производная х – это 1. Итого получается 8х минус 1. Теперь найдем производную g от х. Производная х в квадрате – это 2 умножить на х. Подставляем минус 1. Функцию производной f от х. Получили минус 9. Хорошо. А здесь сначала нужно найти f от минус 1. То есть подставляем минус 1 в функцию f от х. 4 умножить на минус 1 в квадрате – минус минус 1. Посчитаем. Получится 4 плюс 1. Результат 5. То есть теперь нужно подставить 5 в производную g от х. 2 умножить на 5 – это 10. Итак, 10 умножаем на минус 9. Минус 90 – получился результат. Переходим к седьмому заданию. Здесь нам нужно найти производную f от g от 1, умноженную на производную g от 1. Сначала найдем производную f от х. 5 умножаем на 2. У х степень уменьшили. Плюс производная х – это 1. Теперь смотрим производную g от х. 3 написали как есть, 2 из степени спустили, у х степень уменьшили. То есть 3 умножить на 2х. Итак, тут у нас 10х плюс 1, тут 6х. Производная g от 1. То есть подставляем 1. 6 умножить на 1 – это 6. Здесь же, чтобы найти производную f от g от 1, сначала нужно найти значение g от 1. Это 3 умножить на 1 в квадрате – 3. То есть нужно найти производную f от 3. Подставляем 3. То есть 10 умножить на 3 плюс 1 – 30. 1 в 31 умножаем на 6 – 186. Окончательный ответ. Восьмое задание. И здесь сначала распишу. То есть нам нужно найти вот это произведение. Сначала найдем производную f от х. Это будет 3. Спустили из степени. Умножаем на х. Степень х уменьшим на 1 – 30 квадратов. Теперь находим производную g от х. 2 умножить на х. Производная 1 – 0. Тогда производная g от 1. Подставляем 1 место. х. 2 умножаем на 1 плюс 0. Будет 2. А чтобы найти производную f от g от 1, надо сначала найти значение g от 1. Подставим 1 функцию g от х. 1 в квадрате минус 1 – 0. То есть нужно найти производную f от 0. 3 умножить на 0 в квадрате. Это будет 0. 0 умножаем на 2. И получаем результат 0. Девятое задание. Как обычно, для начала подробно распишу. Что нам нужно найти? Производная f от g от 0 умножим на производную g от 0. Теперь находим производную f от х. 3 умножаем на х в квадрате. Минус 3. Умножаем на степень 2. У х степени уменьшаем на 1. Дальше плюс 5. Пишем, как есть. Х в первой степени. Поэтому умножаем на 1. У х уменьшаем степень. Будет х в нулевую. И производная 7 – 0. Теперь находим производную g от х. 4 умножить на 2. Умножить на х. Минус 5. Умножаем на 1. Умножаем на х в нулевую. Производная 1 – 0. Посчитаю. Здесь будет 8х минус 5. Теперь подставляем 0 и находим производную g от нуля. 8. То есть умножаем на 0. Минус 5. Получится минус 5. А для производной f от g от нуля сначала найдем g от нуля. 4х квадрат минус 5х уйдут. Останется 1. То есть надо найти производную f от 1. Подставлю 1 в производную f от х. 3 минус 6 плюс 5. 3 минус 6 – это минус 3. Плюс 5 получается. Итого 2. То есть 2 мы умножаем на минус 5. И получим результат минус 10. Обратите внимание на 10 задание. Видите различия. Если раньше у нас было здесь просто f от х, а здесь f от 4х минус 1. Что мы всегда делали? Мы брали производные обеих частей равенства. И здесь мы поступим точно так же. Но когда у нас было f от х, производная х была равна 1. И мы его просто не писали. А здесь у нас производная 4х минус 1. Давайте распишу подробно. Производная 4х минус 1 мы умножаем на производную f от 4х минус 1. Ну и в правой части. Давайте сразу в готовом варианте напишем. Возьмем производную. Это будет 3 умножить на 2 умножить на х минус 5 умножаем на 1. Умножаем на х на любое. И производная 1 – 0. Производная 4х минус 1 – это 4 умножить на 1 минус 0. То есть будет 4. Итак, 4 умножить на производную f от 4х минус 1 равно 6х минус 5. И нам нужно найти производную f от 3. То есть не х равен 3, а 4х минус 1 равно 3. Тогда х равен 1. Подставляем 1 вместо х. 4 умножить на производную f от 3 равно 6 умножить на 1 минус 5. И получится у нас 1 разделить на 4. 1 четвертая. Еще раз объясню. Если мы до этого брали производную f от х, мы же брали производную х умножали на производную f от х. Но так как производная х равна 1, мы просто не писали эту 1. А здесь 4х минус 1. И его производная будет равна 4. А вот при f 4х минус 1 мы не меняем. Остается как есть. Одиннадцатое задание. И здесь у нас не просто х, а 2х минус 1. Итак, берем производную обеих частей равенства. В левой части будет производная 2х минус 1 умножить на производную f от 2х минус 1. Правые части частные, поэтому тут берем производную числителя, умножаем на знаменатель. Дальше минус производная знаменателя умножаем на числитель. И все это мы делим на квадрат знаменателя. И давайте решаем. Производная 2х минус 1 – это 2 умножить на 1 минус 0, то есть 2. Дальше пишем без изменений. Здесь будет 2х минус 7. Взяли производную. 2х плюс 1 пишем без изменений. Дальше. Производная 2х плюс 1 мы уже посчитали. Это 2. Так, минус 2. х квадрат минус 7х пишем без изменений. Знаменатель тоже без изменений. Нужно найти производную f от 5. То есть 2х минус 1 равен 5. Тогда х будет равен 3. Подставляем 3 вместо х. В первой скобки посчитаем минус 1. Во второй – 7. Здесь 3 в квадрате минус 7, умноженное на 3. Это 9 минус 21. Значит, минус 12 получилось в этой скобке. В знаменателе 2 умноженное на 3 плюс 1. Это 7, 7 в квадрате. Считаем. 2 умножить на производную f от 5 равно минус 7 плюс 24 разделить на 49. 17, 49. Это у нас 2, умноженное на производную f от 5. Значит, производная f от 5 будет 17,98. Это было последнее задание. Дальше пойдут следующие правила, но это будет на следующем уроке. Берегите себя. Успехов вам! Ребята, я надеюсь, что смогла доступно и понятно перевести. Знаю, что в нескольких местах были оговорки, что-то с минусом, с плюсом. Где-то забыла сказать слово «производное». Но я надеюсь, что на понимании темы это не отразится. Если перевод вам понравился, не забудьте поддержать лайком. Всего доброго. До встречи на следующем уроке.